Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы. Меня все это так волнует, и ведь в этом мире я и ты. В избытке силы обновления, познавшие радость и любовь. В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. 10 июля. День Самсона. Назван через преподобного отца Самсона-странноприимца. Он родился в Древнем Риме. Родители его были люди богатые, знатные, и вели свое происхождение от царской крови. Прекрасно изучив всю мирскую мудрость, Самсон обучился также и врачебному искусству. Его врачебному искусству спошествовала и благодать Божия, подавающая исцеление, которые были не спосланы ему за его добродетельную жизнь и за веру к Богу. Так он лечил людей всю свою жизнь. В этот день было принято лошадей окроплять святой водой. Делалось это перед повторным распахиванием полей, чтобы они выдержали тяжелую работу. Распахивали поля для того, чтобы земля отдохнула и давала хороший урожай. Приметы. Если на Самсона идет дождь, дожди будут постоянно идти аж до самого бабьего лета. Если сегодня облака идут с северной стороны, это к засухе. Если с запада, будет ненастная погода. Сено зеленого цвета на Самсона будет много гречишной крупы. А черное сено будет богатый год на пшенную крупу. Если на листьях конского щавеля появились липкие капельки сока, через два дня пойдет дождь. Вот у меня есть силы для того, чтобы определить наш план действий сейчас. Если мы будем сейчас жарить наши оладушки, то вы тогда действительно давайте дорежьте этот укроп. Почему? Потому что он нужен и в тесто, и он нам пригодится для украшения. А я сейчас поставлю уже, наверное, не наверное, а точно сковородочку, чтобы она накрылась. Потому что тесто для этих оладин готовится очень просто. Очень тонкая нарезанная вот эта капуста, очень тонкая. В нее будет добавлено только яйцо, мука, чуть-чуть укропчика. Это хорошо, они сочетаются на мой вкус. Ну и чуть-чуть соли и перца. А вот смотри, если человек хочет пострадать, соли желательно, ну как можно меньше, а лучше без соли вытесить. Тогда будет то, что надо. И знаешь, что еще? Как вообще без соли? Да, почему? Поменьше соли. Либо же, смотри, вот у меня как раз лежит морская капуста. Для того, чтобы мы говорим о целебной кулинарии, чтобы она была действительно целебной, и наши оладинки были, выделялись из всех прочих, туда надо добавить морской капусты. Давайте попробуем, ни разу не делала, давайте попробуем. Давайте, давайте. Оказывается, смотри, ты хочешь, чтобы они были вкусные. И вкус это обычно соль. Да? Ну, чуть-чуть, да. Чуть-чуть. Да, да, да. А вот здесь содержится морская капуста, здесь содержится микроэлементы, здесь содержится... Кстати, как и в капусте содержится обилие йода, и такие оладушки будут целебны, особенно для тех, кто страдает какими-то заболеваниями или недомоганиями от щитовидной железы. Йод. Йод натуральный. Вот что еще хорошо. Так, хорошо. Я поняла, я согласна. Ага, согласна. Согласна, я. Ну, давай. Давайте сделаем где-нибудь на середочку, там, на 6-5, потому что, чтобы они, конечно, не сгорели. И пусть она пока... Хорошо. Руки чертые. Я все буду руководить, потому что для того, чтобы блюдо было целебным, и ты его не испортила, я буду за всем наблюдать, и в случае чего мне шо-то говорит. Итак. Я считаю, что его нужно немножечко, ну, пожмахать, чтобы... Пожмахать, хорошо. А знаешь что? Вот так, чтобы не жмахать, не жмахать, можно было бы просто-напросто натереть это на мелкой терке. Тогда, наверное, оно там все лучше пошло. А так, я не знаю, оландушки у тебя будто вот такие большие. Как они будут лететься? Вообще, рецепты этих оландушков, такой, знаете, нудный. То есть, сначала надо эту капусту на какой-то водяной бане отварить, чтобы она, значит, там стало какой-то вязкой, добавить туда манку. И потом из этого делать куличики, мне это не нравится. То есть, я делаю ее по образу кабачковых оладьев, когда прям свеженько-свеженько. Хорошо, хорошо. Это намного лучше действительно кабачковых оладьев, ну, думаю, свежая капусточка хорошенькая. Ну, посмотрите, как мы ее помяли. Она стала прям такой вот, ну, очень маленькой. Хорошо, хорошо. Я думаю, все-таки ее лучше ее натереть на все-таки на мелкой терке. Давай ты вот такой оладьичек готовишь, а я, да, сделаю немножечко другой. И мы посмотрим, как они будут у нас сочетаться. Ладно. Потому что тут у тебя все-таки они большеваты, мне кажется. Так, выдавляем фундочку. Слушайте, удивительно. Хорошо. И начинай натирать. Давайте тогда вы еще будете делать со своей этой капутой морской. А я без его общей. Единственный вид капусты, который я не люблю. Мне все нравится. И брокколи, и кальрады, и цветная. Кстати, кальрады и брокколи очень полезная капуста. Почему? Да потому что в ней гораздо больше растет биологически активных веществ, чем в обычной. Но тем не менее. И обычная капуста очень и очень полезна. Итак, я натираю буквально-таки. Надя, наладик. Я один делаю. Так. Давайте я вам нам... Там. Хорошо. Вот она, там она у нас есть. Так. Опа. Ага. Больше мне не надо. И, кстати, смотри, я потер. И у меня настолько она сразу пустила сок, что уже ее не надо дополнительно мять. А мука вам нужна будет? Чуть-чуть. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Раз. Я сейчас буду муку просиливать. Мне очень нравится этот сок. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует. Ага. Я неделю назад в этой студии своими собственными глазами видел, как женщина с залпом выпила битум. Меня ничем не напугать.